Кузнецы Они знают, как изготовить клинок из дамасской стали и как покрыть железо золотом. Кузнецам известно, как хранить оружие и как им пользоваться. Люди лохар ведут традиционный образ жизни. Они верят в древних богов и совершают те же обряды, что их деды и прадеды. Субтитры создавал DimaTorzok Джагдеш Панвар и его младший брат Сантош Панвар происходят из группы людей лохар, известных как сиклигар. Слово сиклигар как будто происходит от арабского слова сайкал, что значит полировщик. Кузнецы сиклигар веками занимались изготовлением и тонкой отделкой оружия. Они полировали клинки и украшали оружие драгоценными металлами. На кадрах старой хроники, снятой в Удайпуре в 1931 году, можно увидеть деда Джагдеша и Сантоша за работой. Шир Ситарам Джи обрабатывает клинок сабли на полировальном круге так, как это делали до появления машин и электричества. Манмал Панчал Манмал Панчал – потомственный кузнец и оружейник. Многие поколения семьи Панчал служили правителем Бунди. Вплоть до кончины последнего Махараджи в 2010 году Манмал, так же как его отец, дед и прадед, получал зарплату – 8 рупий в год. Ставка зарплаты была установлена столетия назад и никогда не менялась. Манмал Панчал – человек высокой культуры. Он мастер фехтования, знаток старого оружия и хранитель воинских традиций. Свои знания он старается передать сыновьям. Бима Панчал – младший сын Манмала, достойный ученик своего отца, представляет новое поколение людей Лахар. Пантеон богов, почитаемых кузнецами, обширен и разнообразен. Они поклоняются богу богов Шиве и его супруге прекрасной Парвате, всеобъемлющему Вишну и очаровательной Лакшме, могущественному Хануману и приносящему удачу Ганеши. Они верят в солнечного бога Сурью и творца Брахму. Кузнецы совершают обряды в честь своих обожественных предков-героев и в честь множества местных божеств, образы которых нам не всегда понятны. Особое место в мире людей Лахар занимает грозная богиня Дурга. Дурга прекрасна и могущественна. Она является источником божественной энергии Шакти и стоит на страже мирового баланса. Дурга беспощадна к врагам и милостива к преданным. Богиня может представить в различных образах. В виде грозной воительницы или в облике прекрасной юной девушки. Многорукая богиня хорошо вооружена. В руках Дурги можно увидеть трезубец, меч, топор и другие виды оружия. В качестве энергии Шакти Дурга может находиться в людях или предметах. Для того, чтобы выразить почтение к древнему божеству и попросить о чем-то сокровенном, кузнецы изготавливают особенное оружие и преподносят его в храм Дурги. В деревне Сатур, расположенной неподалеку от города Бунди, находится храм, посвященный одному из воплощений богини Дурги. Здесь ее почтительно называют Матаджи. Божество Сатур Матаджи считается чрезвычайно могущественным и чутким. Люди приезжают издалека, чтобы поклониться Сатур Матаджи. На протяжении нескольких столетий князья, воины и кузнецы приносили в храм сабли, кинжалы и топоры, изготовленные специально для богини. Это крупные предметы, размерами значительно превосходящие обычное человеческое оружие. Считается, что очень красивое копье и огромный кинжал – катар – были преподнесены в храм правителям Бунди во второй половине 18 века. Один из мечей, хранящихся в храме, был изготовлен в дар богини несколько лет назад местным оружейником Манмалом Панчал. Мне показалось важным увидеть и зафиксировать эту старинную традицию. С этой идеей я обратился к своим друзьям – семье кузнецов Панчал из Бунди и к братьям Панвар из Удайпура. Они охотно согласились изготовить оружие для богини. Оказалось, что возможность создать оружие для дурги кузнецы воспринимают как большое счастье, и ничего платить им за это не нужно. Я настоял на том, чтобы принять участие в расходах. Однако кузнецы с готовностью тратили свои силы, время и средства для осуществления этого плана. Мы заручились согласием браминов храма Сатур Матаджи принять наш дар. Последний из десяти дней празднования Навратри был определен как самый правильный для вручения дурге нового оружия. Мастерская семьи Панчал находится в старом здании на одной из центральных улиц города Бунди. Здесь трудилось несколько поколений семьи Панчал, и здесь по-прежнему обрабатывают железо. Динес Шарма – друг Манмала Панчал, знаток местных обычаев и традиций. Он пришел специально, чтобы рассказать нам то, что он знает о храме Сатур Мата. Оказывается, в храме Сатур Мата Джи раньше можно было увидеть значительно больше оружия. В 80-е годы 20 века часть предметов была изъята чиновниками по решению властей. Динес Шарма хорошо запомнил, как выглядели два огромных топора из арсенала Матаджи. Он уверенно нарисовал топоры на клочке картона и хорошо их описал. ГУДНе ЛНЕЖНО Прокол Матаджи ШРИ Уммед Rudolph Вместе с Манмалом и Бимой Панчал мы изучили рисунок Динеша Шарма, обсудили, каким образом подобные предметы могли быть сделаны, рассмотрели разные варианты конструкций и технических решений. Кузнецы утверждали, что могут изготовить такое же оружие, как в древности. Было решено сделать для Матаджи два топора, подобных утраченным в 80-е годы. В доме семьи Панчал хранится много хороших книг, посвященных индийскому оружию. Мы искали изображения старинных топоров, напоминающих рисунок Динеша Шарма, в книгах и интернете. Нам удалось найти изображение нескольких предметов подобной формы. Опираясь на рисунок Динеша Шарма и традиционные формы индийского оружия, мы смоделировали форму будущих топоров, используя картон. Среди запасов железа, хранящихся в мастерской, Манмал выбрал подходящую полосу металла и разметил контуры будущего топора. В мастерской, где когда-то прадеды ковали сабли, Манмал и Бима Панчал обычно занимаются заточкой инструмента и другими слезарными работами. Но сегодня они отложили свои повседневные дела и делают оружие для богини Матаджи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На протяжении столетий производство оружия являлось традиционным занятием кузнецов-сиклигар. Сегодня в Удайпуре проживает около 400 семей сиклигар. Жизнь некоторых мастеров по-прежнему связана с оружием. Братья Панвар продолжают заниматься ремеслом отца и деда. Они производят сувенирные ножи и реплики старинного оружия. Каждое утро кузнецов-панвар начинается с молитвы. Сантош молится богам и посещает храмы, встает на колени перед алтарями и получает благословение Брамена. Сантош Сантош зажигает лампады и благовония перед изображениями божеств. Наводит порядок в магазине и мастерской. Протирает стекла на портретах отца и деда. Кузнецы с трепетом относятся к Матаджи. Для них возможность сделать что-то для богини очень важна. Братья Панвар собираются преподнести в дар Сатур Матаджи огромную саблю – тальвар. Они считают, что рукоять сабли должна быть увенчана головой тигра, излюбленного животного дурги. Джагдиш и Сантош хотят, чтобы клинок сабли был выкован из стали шакила. Мы обычно называем такую сталь «сварной дамаск». В западном мире такой материал известен как «паттерн-велдед стил». Для изготовления клинка потребуется два вида металла. В качестве материала, подходящего для сабли, Джагдиш берет автомобильную рессору. Чтобы найти второй вид металла, мы отправляемся на базар. Субтитры подогнал «Симон» В Раджастане живут разные группы кузнецов. Они различаются как по образу жизни, так и по специфике занятий. Было решено доверить изготовление клинка для сабли кузнецам Гадия Лахар. Все жители деревни промышляют кузнечным ремеслом. И женщины, и дети здесь умеют обращаться с кузнечными инструментами. Жены и дочери кузнецов, в семьях Гадия и Лахар, работают наравне с мужчинами. Удивительным образом они успевают вести хозяйство, заботиться о детях и орудовать молотом, без ущерба для своей красоты. Субтитры подогнал «Симон» Стальная рессора и полоса железа разрубаются на равные части. Куски разных металлов складываются поочередно. Комбинируя слои разных материалов, кузнецы задают свойства будущего клинка. Стопку отрезка металла стягивают проволокой. Пакет многократно проковывают, разрубают, складывают и вновь проковывают. Чтобы создать однородный материал, эта операция повторяется многократно. Субтитры подогнал «Симон» Работа над клинком займет несколько дней. Мы покидаем деревню и отправляемся в Читор. Руины древнего Читора окружают крепостные стены протяженностью около 20 километров. Читор или Читор-Гарх когда-то был столицей Раджпута в княжество Мевар. Несколько столетий Раджпута Читора сдерживали натиск агрессивных соседей. Но в конце 16 века город был разрушен войсками великих моголов. В 1582 году воины Читора вышли на последний бой с армией императора Акбара. Гордые женщины Читора совершили массовое самосожжение в священном огне Джоухар. Читор-Гарх пал и никогда более не был восстановлен. Окутанную героической славой древнюю столицу княжества Мевар в Индии иногда называют город-вдова. Уцелевшие в битве с Акбаром воины Читора приняли на себя многочисленные обеты. Никогда не жить в крепости, никогда не ночевать под крышей, никогда не пользоваться веревкой, доставая воду из колодца. Предание гласит, что от этих воинов происходят люди Гадия-Лахар, странствующие кузнецы. Столетиями семьи Гадия-Лахар вели кочевой образ жизни, промышляя кузнечным ремеслом. Потомки воинов занимались изготовлением и ремонтом сельскохозяйственного инвентаря, домашней утвари и, конечно, оружия. Еще несколько лет назад караваны кочевников-кузнецов можно было встретить на просторах северо-западной Индии. Погрузив свой скарб на повозки, обитые железом, семьи Гадия-Лахар двигались от города к городу, продавая свою продукцию на обочинах дорог. Лишь в конце XX века люди Гадия-Лахар стали отказываться от странствий и переходить на оседлый образ жизни. Некоторые кланы кузнецов кочевали до недавних пор. Сейчас лагеря кузнецов-кочевников все еще можно найти на окраинах городов Раджастана. Гадия-Лахар по-прежнему работают с железом, но никуда ехать им больше не нужно. На современных индийских автострадах не остается места для средневековых телег. Под натиском глобализации древние обеты теряют свой смысл и силу. Тем не менее, некоторые семьи берегут традиции и свои старинные повозки. Украшенные железными заклепками и резными деревянными панелями телеги хранятся под навесами или в жестяных сараях. Повозки, доставшиеся от дедов, превращены в алтари, посвященные излюбленным богам Гадия-Лахар. Кузнецы используют их как колыбели и укладывают детей спать под изображениями древних богов. Люди Гадия-Лахар помнят о своих предках-воинах и не теряют связи с Читором. Время от времени они навещают руины, молятся и рассказывают детям старые предания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Важная наковальня, историческая. Видел всякие ужасы. Он помнит, когда здесь было три наковальни, две пропало. А также он помнит, как регулярно приезжали семьи оружейников и молились перед этой наковальней. Гадия Лохар told no bed anymore, no roof. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Джагдиш-Панвар собирается украсить рукоять сабли золотом в технике Кавдгаре. Сначала Джагдиш обжигает изделие, чтобы обезжирить поверхность. С помощью специального резца, который называется черни, он покрывает сталь тонкой штриховкой. Насеченные линии пересекаются под прямым углом, образуя мелкую сетку. Кончиком черни Джагдиш прорезает углубление, размечая очертания будущего узора. Продолжение следует... Продолжение следует... Для работы в технике Кавдгаре используется тонкая золотая проволока высокой пробы. Джагдиш распределяет проволоку в линии рисунка с помощью стального инструмента, который называется салай. Рабочая поверхность салай плоская и гладкая. Мягкое пластичное золото вдавливается в углубления, прорезанные в стали, и закусывается об острые грани линий. Излишки золота удаляются, и изделие вновь обжигается для закрепления рисунка. Затем нанесенный рисунок полируют агатом. Для этого используют инструмент под названием хакик. Для придания равномерного цвета изделия нагревают, а затем обрабатывают растительным маслом. Считается, что техника украшения стали золотом появилась в Индии в 15-16 веках. Вероятно, способы украшения стали драгоценными металлами пришли в Индию из Ирана. В Европе такую работу принято называть таушировка или насечка. Работа с золотом требует высокой квалификации и устойчивого навыка. Лишь около сотни мастеров в Раджастане сегодня владеют техникой Кавдгари. Продолжение следует... Когда Джагдиш заканчивает работу над рукоятью, в мастерскую доставляют клинок, изготовленный людьми к Гаде Аллахар. Чтобы проявить рисунок дамасской стали, необходимо протравить поверхность металла. Для травления Джагдиш применяет кислоту. Затем он моет клинок, используя большое количество воды, и вытирает поверхность металла насухо. Для предотвращения коррозии Джагдиш покрывает клинок кокосовым маслом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спустя три месяца, в дни празднования Навратре, мы возвращаемся в Бунде. Приближается день, назначенный браминами храма Сатур Матаджи для вручения оружия богине. Я приехал с семьей, со мной жена Светлана и трехлетний сын Ефим. Топоры для Матаджи почти готовы. Осталось доделать рукояти и соединить все части вместе. В традиционном индийском обществе все роли распределены и каждый занимается своим делом. Люди Лахар работают с железом и не должны связываться с краской. Когда кузнецу надо покрасить что-либо, он обращается к специальному человеку. Для окраски рукояти Манмал отправляется к профессиональному столяру-мебельщику. Каждый из десяти дней Навратре посвящен различным воплощениям богини Дурги. Когда-то давно демон Махишасура победил армию Индры и изгнал богов с небес. Оказалось, что только Дурга может победить демона. Чтобы уничтожить Махишасура, боги снабдили Дургу всеми видами оружия. Десять дней и девять ночей армия Дурги сражалась с армией демонов. На десятый день битвы Дурга убила Махишасура и вернула мир в состояние покоя и порядка. Считается, что в дни Навратре оружие должно быть приведено в порядок. В это время у кузнецов из семьи Пончал много работы. Старики приезжают в мастерскую Манмала, чтобы заточители отремонтировать сабли из семейного арсенала. Все должно быть готово для битвы с демонами. Манмал хочет укрепить основание рукояти топоров латунными втулками. Чтобы спаять латунные детали, мы должны посетить человека из касты Сани. Только людям Сани положено работать с цветными металлами. Манмал просит нас немного подождать, пока он договорится о цене. Увидев иностранцев и камеру, мастер Сани может дорого попросить за свою работу. Санкт-Петербург 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 Работа над топорами почти закончена. Вечером того же дня из Удайпура приезжают братья Панвар. Это наша ручка светится золотая. Я встречаю оружейников на вокзале Бунди и помогаю им разместиться в гостинице. Завтра утром нам предстоит церемония, а до того мы должны закрепить клинок в рукояти Тальвара. Сегодня последний, десятый день на Вратре. День, когда состоится церемония подношения дорог. Манмал наносит на точильное колесо изображение Тришулы – оружие бога богов Шивы. Удайпурские кузнецы с гордостью демонстрируют свои изделия Манмалу и Биме Панчал. Клинок и рукоятка выглядят очень хорошо. Для лучшей посадки кузнецы подтачивают основание клинка. ГРОТОЙ ЗА ПАЗОТОЙ ДЕЛО Для того, чтобы надежно соединить клинок и рукоять, используют обломки женских лаковых браслетов. Материалом таких браслетов служит природная смола, известная как Кусмелак. В бунде такой материал называют чаппари. Рукоять греют на углях и вплавляют раскаленный хвостовик клинка в массу расплавленной смолы. Рукоять греют на углях. Продолжение следует... Все приготовления завершены, и мы отправляемся в деревню Сатур. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...